Оказаться в кабале у банка ничуть не легче, чем в рабстве у работодателя. Ведь, как известно, у рабов забирают документы. Оказывается, в 21 веке сей феномен еще существует. В редакцию канала ОТС обратились новосибирские таксисты. Работодатель удерживает паспорта водителей и заставляет покупать документы. В итоге люди не могут оплачивать коммуналку, получать письма на почте и обращаться в госучреждение. Да даже элементарно к врачу. Абсурдные правила приема на работу действуют в компании ИП «Хилькевич». Это таксопарк, также известный как «Элитавто» на Тюменской 2. Подробности в следующем материале. При оформлении было такое условие, что или 6 тысяч в залог оставляешь, или паспорт. Ну, конечно же, денег наличных таких не было, пришлось оставить паспорт. Отработал двое суток, решил уйти. Не понравилась мне работа. Паспорт забрать не могу. Поисковая система в интернете по адресу Тюменская 2 предприятие ИП «Хилькевич» не показывает. Но есть некая «Элитавто». Учредители у фирм одни и те же. Таксист Евгений Сахаров вместе с нашей съемочной группой предпринял очередную попытку забрать свой паспорт. Что вы хотели? Паспорт забрать. Я не знаю, о чем вы говорите. Что? По слову Дарьи, офис-менеджера компании «Элитавто», никто никаких документов у водителей не брал. В течение нескольких минут, что длилась перепалка, в офис заглядывали и другие люди. Но офис-менеджер вежливо просила всех не входить. Однако кое-кто из пришедших все же не выдержал томительного ожидания. Причем паспорт в таксоконторе водителям не возвращают даже в исключительных случаях. Михаил тоже решил уволиться из фирмы. Но проблемы начались в гараже. Местные механики долго отказывались принимать машину. Якобы не было распоряжения. Как оказалось, даже водитель съемочной группы ОТС, очутившись на Тюменской-2, сразу понял цель приезда журналистов. У меня уходили друзья именно в эту фирму. И возвращались уже обратно без паспортов и с очень большими долгами. А как вот там в эти долги они водили? То есть за что? Как так получалось? Ну, типа не выход на работу, левые штрафы, которые приходили с ГАИ. Директор ООО «Элитавто» Антон Мазарчук не попал в объектив видеокамеры. Яркий представитель эпохи 90-х покинул таксопарк сразу, когда журналисты ОТС подъехали к офису компании. Юристы советуют требовать свои документы с нерадивого работодателя письменным заявлением, отправленным по почте. В целом же принцип трудоустройства в «Элитавто» эксперты считают чистой воды уголовщиной. Я полагаю, что это действие следует квалифицировать по статье 325 части 2 уголовного кодекса. Это незаконное изъятие паспорта у гражданина. В данном случае работнику следует обратиться к работодателю и потребовать возврата паспорта. Если в законном требовании будет отказано, обратиться в правоохранительные органы по месту совершения преступления с соответствующим заявлением. Как нам стало известно, заявлений от пострадавших водителей у местного участкового уже несколько десятков. В ближайшее время мы ждем официальных комментариев от представителей правопорядка.